Добрый день, друзья! Вы на канале о тонкостях изучения английского языка. С вами Оксана Перуцкая, частный преподаватель с 22-летним опытом обучения школьников, взрослых и, конечно, студентов. В прошлом видео мы говорили о разнице слов other and another. Ссылку вы найдёте внизу в описании. А сегодня мы сравниваем слова each and every. В поисках истины обращаться будем к уважаемым источникам и примерам живого английского, который ярко демонстрирует суть вещей. Слова each and every означают аналогичные вещи, а когда начинаешь использовать их в предложении, приходится соблюдать нюансы. Cambridge Dictionary of English говорит, что мы должны использовать each для обозначения отдельных вещей в группе или списке в количестве двух и более. По значению он часто похож на every, но мы используем every для обозначения группы или списка из трёх и более предметов. Every может следовать за наречиями almost, practically, nearly, а each этого не может себе позволить. Зато every сочетается с предлогом of только через посредника слова one, которое в этом случае пишется раздельно. Your dictionary уточняет, что each мы используем, когда один человек или предмет более значим внутри группы, а every, когда все люди или предметы в группе имеют значение. Давайте сравним. Вы должны учитывать мнение каждого художника. Every artist has an opinion. У любого художника есть мнение. Или у всех художников есть мнение. Ещё примеры. It is important to fill out each application page. Важно заполнить, то есть не пропустить, каждую страницу бланка заявления. Every page includes important details. На каждой странице, то есть на любой и на всех, есть важные детали. Tommy is using different pencils each time. Томми каждый раз использует разные карандаши. Jerram is using the same pencil every time. Jerram всегда использует один и тот же карандаш. Такие примеры каждый раз доказывают, что перевод с английского не всегда раскрывает разницу. Это также подтверждает тот факт, что изучать явление надо изнутри английского, привыкать ко множеству примеров и устойчивых словосочетаний. То есть не перевод – залог успеха, а скорее начитанность, наблюдательность и фиксация языковых шаблонов, которые сохраняются в памяти и приходят на выручку в нужный момент. Крайне необходимо произнести вслух то, что вы хотите осознать и запомнить. Это связано с тем, что, изучая новое, мы используем по максимуму все каналы восприятия. Глаза понимают и запоминают, но когда к ним добавляются еще и устные инструкции, вы рассматриваете вопрос уже с двух позиций. Это увеличивает шанс для запоминания. Сегодня в любых советах по изучению языков можно встретить совет «Talk to yourself». «Разговаривайте сами с собой». Так формируется механическая память не только на произнесение звуков, слов и фраз, но и на общее запоминание. К сожалению, мой опыт преподавания полон примеров, когда взрослые ученики до прихода ко мне молча и безуспешно пытались приобрести навыки, которые затем должны превратиться в активную устную речь. Надо ли говорить, что на это у них ушли месяцы и годы безрезультатных усилий? Отсюда страхи в изучении, помноженные на сниженную мотивацию и неверие в конечный успешный результат. Поэтому произносим, слушаем и снова говорим. Язык развязывается, память подключается и дело движется вперед. Ну, это было небольшое пояснительное лирическое отступление, как вы понимаете, а мы разбираемся дальше. А вот самое яркое отличие этих двух слов опять связано с числом 2. Помните, в моем прошлом видео мы говорили о двойственной природе слова «зеазе». На самом деле число 2 играет роль в нескольких темах в английском языке. Давайте рассмотрим примеры. Почему «ич»? Потому что лодыжки у человека всего две. Пальцев больше, чем два, поэтому применяется «every». I put a bracelet on each wrist. На каждый из двух. She has a picture on every wall. Стен больше, чем две. The twins each have a teddy bear. Двойняшки, поэтому слово «ич». Каждая из тройняшек держала в руке куклу. В многих общих ситуациях мы используем «ич» и «every» с одинаковым значением. Это часто используется, когда мы упоминаем время. Jack works hard each day. Jack works hard every day. Each year we get older and wiser. Every year we get older and wiser. Each time I see her, I get happy. Every time I see her, I get happy. Рассмотрим сочетание вспомогательного глагола «быть» и слово «ич». Each can be used after an auxiliary verb all the verbs are and were. У меня есть четыре книги на продажу, и каждая из них стоит около пяти долларов. Каждый из них узнал о своих обязанностях. Instead of going before or after the subject, each can appear after the object. Вместо того, чтобы появиться в предложении до или после подлежащего, слово «ич» может появляться даже после дополнения. Это популярно в тех случаях, когда дополнение имеет отношение к количеству или цене. Каждая из моих картин стоит сто долларов. Давайте рассмотрим в сравнении слова «all», «все» и «each», «каждый». «All» refers to the entire group as a whole, «each» refers to the individual members of the group. «I say goodbye to each student as they leave the room». То есть, в первом примере мы понимаем, что человек прощался с каждым студентом, когда они покидали аудиторию. Во втором примере мы понимаем, что он попрощался один раз, и студенты вышли из аудитории. Теперь сравним all and every. A simple way to remember is that all is with a plural noun plus plural verb, while every is with a singular noun and plus singular verb. Every can also suggest without exception. All students receive a certificate. Все студенты получают сертификат. Every student receives a certificate. Каждый студент получает сертификат. Кстати, на этом этапе есть необходимость напомнить, что every day может писаться двояко, как два слова, если это соответствует фразе «каждый день» в русском языке, состоящей тоже из двух слов. Ее легко можно проверить путем замены такими фразами, как each day, every single day и прочими словосочетаниями, которые отвечают на вопрос «когда». И слово every day может писаться слитно, если оно соответствует понятиям ежедневный, повседневный, то есть «daily», «ordinary», «typical», «casual». «These are his everyday shoes» – это его повседневная обувь. «His everyday life is quite active» – он ведет довольно активный образ жизни. Давайте сравним, в каких ситуациях слово every появляется на разных уровнях изучения. Мы встречаемся каждые два года. Или мы встречаемся через год. Мы открыты каждый день, кроме воскресенья. «He knows the name of every child in the school». Он знает всех учеников по имени. «Every effort is being made to solve the problem». Для решения проблемы было сделано все возможное. «You had every chance to make a complaint». У тебя была прекрасная возможность выразить неудовлетворение. «She has every reason to be sad». У нее есть все основания для грусти. Словосочетания с использованием слова «every» сегодня у нас будут такие. «Every other day», «every other week» – через день, через неделю. «Every word you say» – «все, что ты сказал». «То есть каждое сказанное тобой слово». «Every once in a while» – «иногда». «Every third day» – «каждые три дня». «Every time» – «каждый раз», «всякий раз». «Every single day» – «вы бы сказали каждый божий день». Здесь слово «single» работает на усиление фразы. «Every so often» – «иногда нечасто». «Every now and then» или «every now and again» – «иногда нечасто». Давайте рассмотрим популярные фразы и поговорки. «Every dark cloud has a silver lining». «В любой сложной ситуации может промелькнуть луч надежды». «Every dog has its day». «Будет и на вашей улице праздник». «There is an exception to every rule». «Исключение только подтверждает правило». «Или в каждом правиле есть исключение». «It's worth every penny». «Оно того стоит». То есть «оно стоит» каждой вложенной в него копеечки. «There is a grain of truth in every joke». «В каждой шутке есть доля правды». «Grain» – это зерно в прямом и в переносном смысле. Поэтому в каждой шутке есть зерно истины. Теперь фразы и поговорки, связанные со словом «itch». «I don't care for football, but to each his own». «Я равнодушен к футболу, но к каждому свое». «We each agreed to help». «Каждый из нас согласился помочь». «She had rings on each finger». «У нее на каждом пальце было по кольцу». «There are five kinds of leaflets». «Please take one of each». Перед вами пять видов брошюр. Пожалуйста, возьмите каждый по одной. Еще два выражения, которые часто путают. «Each other» and «one another». Традиционно считается, что «each other» имеет отношение к двум людям. «One another» – к более чем двум. Опять двойственность, как вы видите. «They really loved each other». «Они любили друг друга». «Two people». «We looked at one another». «Мы посмотрели друг на друга». «More than two people». «Each other is more common, especially in informal style». Правило двух человек иногда не соблюдается. Однако для понимания речи на слух не помешает знать о том, что эти фразы могут быть индикаторами количества участников ситуации. Поговорок со словом «each» на самом деле гораздо меньше, чем со словом «every». Вот несколько из них. «They live in each other's pocket». «Они не разлей вода». «They are made for each other». «Они созданы друг для друга». «Each man for himself». «Каждый за себя». Ну вот и все на сегодня. А я надеюсь, что вы почаще будете заглядывать на мой канал в поиске интересных фактов об английском языке. А их там немало. С вами была Оксана Перуцкая, частный преподаватель английского языка. До скорой встречи на моем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, заходите почаще и обязательно пишите комментарии. До новых встреч. Всего вам доброго. До новых встреч. Приятного. Субтитров А.